Действует как Гитлер. Чешский политик рассказал, почему Путину не удалось захватить Украину. Российский диктатор Владимир Путину во всех случаях, когда начал войну в Грузии или во время захвата Крыма, действовал как Адольф Гитлер. В то же время при попытке захвата Украины ему не удалось осуществить уже знакомый сценарий, потому что он не ожидал отпора, об этом заявил глава Сената парламента Чехии Милош Выстрочил, пишет РБК Украина со ссылкой на крымскую платформу, он не ожидал отпора. К счастью, в этот раз он этого не рочитал. Украина начала защищаться и демократический мир проснулся. Сегодня все выглядит иначе. Мы поддерживаем Украину в ее борьбе против российского агрессора, сказал он. Политик считает, что у Путина обжорство агрессора и в Чехии, эти тенденции хорошо знают, и было очень большой ошибкой в 2008 году, когда Путин делал то, что и делал в Абхазии в Грузии. И потом в 2014 году, когда он пришел в Крым и также скрыто вступил в Луганск и Донецк, а мы не дали адекватной реакции. И поэтому, когда в 2022 году приехали российские танки на территорию Украины, мы увидели, что Путин действует подобно Адольфу Гитлеру, добавил Выстрочил, отметив, что об этом в Чехии говорили уже не раз. В частности во время крымской платформы в 2021 году, сравнение Путина с Гитлером. Отметим, что после вторжения России в Украину российского президента Владимира Путина постоянно сравнивают с Адольфом Гитлером. В частности, ранее вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманес заявлял, что президент России Владимир Путин находится в таком же положении, как Гитлер в 1943 году. Причем постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица высказал мнение, что у Путина два варианта – сдаться или покончить с собой, как Гитлер. Отметим, что 94% украинцев считают, что Путин является современным Гитлером. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.